Ауду بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم ربه نستعين و هو خير نصرين و معطيم والسلام على سيد والنبياء والمورسلين والعاليه التايبين التاهرين الماسومين والعنات الدائمته وألاء آدائه مجمئين إلى ق يوم يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Еще одним аятом, который имеет отношение к видению его светлости посланника Аллаха, когда его светлость увидел, как амияды, подобно обезьянам, прыгают на его мимбаре, является 111 аят Суры Аль-Амбия, Пророки. В этом священном аяте говорится, я не знаю, возможно, это фитна для вас. В некоторых преданиях и также в словарях говорится о том, что под фитнами подразумевается наказание. То есть, я не знаю, возможно, то, что амияды придут к власти и подобным образом распорядятся этим мимбаром, этой властью, является наказанием для вас. Каким образом? Почему наказанием для мусульман? Почему, каким образом мусульмане заслужили это наказание? Это отдельный вопрос. Я думаю, заслуживающие также того, чтобы поразмыслить над этим. «Вамата он иляхин» и «временным удовлетворением своих нужд, временным наслаждением, временным получением пользы». «Иляхин» до определенного времени. То есть, то, что они придут к власти, является временным благом для них, временным наслаждением, временным удовлетворением своих животных нужд. Придания об этом имеются от Таабиина Анаса ибн Раби. Придание это приведено в книге Альбедаева Нихая и также в книге по истории Ибн Асакира. То есть, Ибн Касир приводит это предание. Вот это Альбедаева Нихая издательства «Дар-Уль-Фикр» 1986 года. Издание в 15 томах, 10 том, 49 страница. Приводится предание от «Восходящего» к Анас ибн Раби. Вот данное предание. «Восходящий Канас ибн Раби, что когда ее сведлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, во время своего вознесения увидел некоторых людей из Бани-Умайя, из Амиядов на своем мимбаре, которые проповедовали людям». И как во всех этих преданиях говорится, то есть, во все эти предания, которые мы приводили ранее, при всех своих различиях, утверждают о том, что его сведлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, это тяжело переносил, ему тяжело было это переносить. И ему тяжело было от этого. В разных выражениях доносятся в этих преданиях то, как пророку, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, было тяжело. То есть, это очень его расстроило. Или как здесь сказано, ему тяжело было это переносить. И в связи с этим был ниспослан аят Священного Корана. Я не знаю, возможно, это является фитной для вас и наслаждением временным. 111 аят Суры Пророки, 21-й Суры. Итак, полную цепочку передатчиков данного предания мы чуть позже продемонстрируем наглядно. Еще один источник, где мы обнаруживаем также это предание, это Тарифут Дамешк и Бина Сакера. Итак, это также Даруль Фикр, 1995 года издание. Издание в 80 томах, 57 том, 341 страница. То же самое предание приведено от Абу Джафара, Разии. Таким образом, в этом предании говорится, что 111 аят Суры Пророки, 21-й Суры, был использован в связи также с этим сном, когда его светлость посланник Аллаха, расстроился, увидев, узнав о том, что после него аммияды захватят власть и будут проповедовать людям, обучать людей религии, то был неспослан в том числе и этот аят Священного Корана, которым разъясняется, что это является наказанием для людей, которые отвернулись от завещания посланника Аллаха, от наместников посланника Аллаха, и от семейства, посланника Аллаха, и помимо того, что это является наказанием для мусульман за их же деяния, и опять-таки я должен подчеркнуть, и это очень важно, дорогие братья и сестры, фитна это не просто наказание, фитна это наказание, которое в своем конечном итоге имеет положительные последствия. То есть это наказание с целью воспитать. Дело в том, что, например, я приведу пример, когда его святый Алибин Абиталиб, алей-салат-в-исалам, пришел к власти, все жаловались на него. Элита жаловалась на то, что он не ставит, не делает разницу между элитой и простыми людьми. Алибин Абиталиб, алей-салат-в-исалам, в отличие от первых трех халифов, относился ко всем мусульманам одинаково, вне зависимости от того, принимали они участие при битве Бадр или нет. Вне зависимости от того, были они с подвижниками или нет. Вне зависимости от того, какие у них были заслуги перед исламом. Ко всем относился одинаково его святый Алибин Абиталиб, алей-салат-в-исалам. То есть, в отличие от первых трех халифов, Алибин Абиталиб, алей-салат-в-исалам, отказался награждать всех или иных личностей и отдавать им особые привилегии только за то, что они участвовали, например, при битве Бадр или были с подвижниками. И так далее. Это, конечно же, элиту с подвижников расстроило и, в общем-то, они были недовольны его святой Алибин Абиталиб и алей-салат-в-исалам. И многие обычные люди также были недовольны, потому что Алибин Абиталиб и алей-салат-в-исалам, как говорили некоторые из них, постоянно требовало от них каких-то действий. Например, войны против Абу-Суфьяна, войны против хариджитов и так далее и тому подобное. Войны против сподвижников Аиши при верблюжьей битве и так далее и тому подобное. То есть, они жаловались на его святой Алибин Абиталиб и алей-салат-в-исалам, были недовольны, многие люди были недовольны его властью. Они рассчитывали на нечто другое. И, конечно же, здесь необходимо было сравнить его святой Алибин Абиталиб и алей-салат-в-исалам, его противоположностью, коим было Муавия. И для этого необходимо было, чтобы Муавия пришел к власти. И вся эта история, вся человеческая история со времен прихода Муавии к власти и до сих пор является уроком для человечества. Уроком того, что станет с миром и с мусульманами, с верующими при отсутствии праведного правителя, при отсутствии наместника, при отсутствии у руля наместника посланника Аллаха, истинного посланника. И в этом заключается фитна. И я это хочу подчеркнуть для того, чтобы вы поняли, что фитна это не просто наказание, это наказание с целью воспитания. И это, конечно же, с этой точки зрения, вне всякого сомнения, этот аят священного Корана является утешением для его светлости, посланник Аллаха, который очень сильно расстроился, узнав о том, что амияды придут к власти после него. И помимо этого, в этом аяте говорится, что это является временным наслаждением для этих людей, для людей, для амиядов, которые придут к власти. Да, они получат от этого пользу, да, они как-то воспользуются этим, но это всего лишь временно. После этого времени наступят совершенно другие времена для амиядов. Время расплаты наступит для амиядов. Это толкование. Толкование, которое передается от Анаса ибн Раби, который приведен, прошу прощения, Раби ибн Анаса, который приведен в книге Тариха Дамешки, и также Аль-Бида ибн Нихая, Раби, от восходящего к Раби ибн Анаса, который является Табиином. Но у этого предания есть недостаток. Дело в том, что Раби ибн Анас является Табиином, как мы уже сказали. Согласно суннитскому учению, в принципе, здесь никаких проблем не должно быть. Но как мы видели ранее, я объяснял почему, ранее я объяснял почему, никаких проблем не должно быть. Но как мы видели ранее, такие люди, как Албания, Наср и Дин Албания, такие предания называют Мур-Русаль. Почему? Потому что они говорят, мы не знаем, от кого это Табиин передает. Мы говорим, что согласно вашему учению, никакой разницы нет. Почему? Потому что в любом случае все сподвижники являются надежными. Какая разница, от какого сподвижника этот Табиин передает. Главное, чтобы он сам был надежный. А Раби ибн Анас являются надежными, он является правдивым. Но, допустим, этот недостаток здесь присутствует. Да, предположим, что это предание Мур-Русаль. Что он не восходит к посланнику Аллаха, что цепочка передатчиков прерывается, допустим. Но дело в том, что имеется и другая цепочка передатчиков, надежная, достоверная цепочка передатчиков. Которая также является множественной, помимо всего, является множественной. И которая подтверждается этой цепочкой передатчиков. То есть данную цепочку передатчиков мы в данном случае используем всего лишь для подтверждения той достоверной цепочки передатчиков. Когда его светлость, имам Хасан ибн Али, алейхиссалату вассалам, заключил мирный договор с Муавией. И Муавия прибыл в Ирак, прибыл в Куфу, прибыл в военный городок недалеко от Куфы, который называется Нухейля. И, в общем-то, принял присягу иракцев. Иракцы пристегнули в этом месте Муавии после заключения мирного договора с его светлостью, имам Хасан, Хасаном ибн Али, алейхиссалату вассалам. Тогда Амру ибн Аль-Ас, который был советником Муавии, настаивал на том, чтобы Муавия дал слово Хасану ибн Али. Муавия был против этого. Но все-таки Амру ибн Аль-Ас на своем настоял и уговорил Муавию, чтобы он дал слово Хасану ибн Али. Муавия согласился на это и очень сильно пожалел позже. Почему? Потому что, когда его свет Хасан ибн Али, алейхиссалату вассалам, поднялся на мембар, он произнес речь, в которой дал понять всем присутствующим, что Муавия не заслуживает этой власти, что Муавия не достойна этой власти, что эта власть ему досталась только потому, что Хасан ибн Али, алейхиссалату вассалам, не видел другого выхода, что это был единственный выход, который был бы на пользу умы пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Дело в том, что его светлость, имам Хасан ибн Али, алейхиссалату вассалам, очень долгое время сражался. Его светлость прекрасно знал, кто такие аминиады, кто такой Муавия. Прекрасно знал, что их приход к власти расстраивала его светлость, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам. Поэтому он сделал все возможное, чтобы этого не случилось. После смерти его светлости Али, алейхиссалату вассалам, его отца, он очень долгое время сражался с Муавией, но потерпел поражение. И это поражение, к сожалению, было не военным. Военное поражение для непорочных и наместников посланника Аллаха, никогда не было чем-то тяжелым и чем-то страшным. Они никогда не боялись этого. Поражение было другого рода. Дело в том, что Муавия подкупал военачальников и людей, приближенных людей, имама Хасана ибн Али, алейсалат вассалам. И на его светлость неоднократно покушались. И поэтому его светлость имам Хасан ибн Али, как и говорил в своей речи, не видел никакого смысла в продолжении этой борьбы. С ним осталось очень малое количество людей. И самые влиятельные из его людей, в числе их ибн Аббас, были куплены Муавии, перешли на сторону Муавии. И это вынудило его светлость заключить мирный договор и отдать власть Муавии. Об этом мы, с позволения Бога, в будущих наших лекциях намного более подробно об этом поговорим. Поговорим о деталях, условиях и так далее и тому подобное, как все это происходило и как все это понимал его светлость имам Хасан ибн Али, и как ему представлялась власть Муавии. Но я сейчас коротко говорю, чтобы вы обстоятельства понимали. Так вот, во время своей речи его светлость Хасан ибн Али также указал на то, что этот аят, 111 аят суры Амбия, пророки, был несползан в отношении, имеет отношение к Муавии и Аммиадам. Почему? Потому что когда его светлость Хасан ибн Али, Али, и Салат Ва Салам, спускался с Минбара, где он произносил речь, он, указывая пальцем на Муавию, произносил именно этот аят. Так и говорится в предании, что он указывал пальцем, например, в предании, в Табагатуль Кубра ибн Саада, говорится, что он прямо указывал на Муавию и произносил этот аят. Так вот, это предание является достоверным. Это предание от Хасана ибн Али, али, и Салат Ва Салам, является достоверным. Оно передано, как минимум, от четырех табиинов, от которых передает огромное множество людей. Хейсам и Маджма Уззава, назвал это предание достоверным. Ибн Хаджар, Фатву Лубари, назвал это предание махфуз. Я это чуть попозже все объясню. Давайте сначала посмотрим на то, где эти предания привезены. Во многих толкованиях данного аята мы обнаруживаем эти предания. Я хочу заметить, что это обстоятельство, то есть это ведение Его Светлости, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, является единственным толкованием данного аята, который фигурирует в преданиях. Если вы посмотрите, например, толкование табари, то вы не обнаружите ни одного предания, которое было бы не способно относительно толкования данного 111 аята. Ну а те сборники и те толкования Священного Корана, в которых содержится предание относительно данного аята, имеют отношение к ведению Его Светлости, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и салям. Итак, это Дурруль Мансур, Джалаладдюн Сьюти, издательство Меркезу Хаджар, 1424 года по хиджри, 2003 года, издание первое, в 15 томах, издание в 15 томах. Это 10 том, толкование того самого аята. Итак, здесь приводится предание, то самое предание, с которым мы только ознакомились, то есть, который привел ибн Асакир, ибн Касир. Сьюти говорит, Ахраджа, ибн Аби Хайсама, ибн Касир, ибн Асакир, прошу прощения, Анраби, ибн Анас. И зачитывает то же самое. И в конце предания говорится, Хадальмулюк, то есть, что в этом предании говорится именно об этой власти, власти амиядов, то есть, прошу прощения, в этом аяте говорится о власти амиядов, об этой власти. И второе предание, которое приводит Сьюти в отношении данного аята, во Ахраджа, ибн Саад, ибн Саад, ваб publishing его во Байхаги в Далаил, они из-за Арися, что именно ибн Саад, ибн Аби Шайба, табарани и Байхаги привели в Далаил, в Байхаги привел в Далаил, подсопошки, восходящих к Шааби, и в предании говорится, Когда Хасан ибн Али отдал власть Муавии, Муавий обратился к нему, сказал, поднимись и произнеси речь. И далее его светлость Хасан ибн Али произнес речь и сказал следующее, что я это дело поручаю Муавию, для того, чтобы принести пользу мусульманам, то есть желая принести пользу мусульманам и чтобы сохранить, нет, прошу прощения, не сохранить, а остановить проливание их крови, проливание крови мусульман. И далее его светлость Хасан ибн Али произнес этот самый аят, 111 аят, и потом спустился. Табарани приводит два предания, одна из которых восходит к Ибн Сирину, другая восходит к Шааби, то есть и Ибн Сирин, и Шааби приводят эти слова, приводят это предание от его светлости имама Хасана ибн Али, алей салат ва салам. Итак, это Му'джам Уль-Кабир, Табарани, издательство Макдабат ибн Таймия, Каир, Египет, второе издание, 25 томах. Исследование Хамди ибн Абдул-Маджид, ас-Салафи, Третий том, 26 страница, предание под номером 2559. Итак, здесь говорится, что также его светлость, то есть это все то же самое событие, заключение мирного договора, и его светлость, имам Хасан ибн Али, алей салат ва салам, по просьбе Муави поднимается на мебар и произносит речь, и в своей речи говорит, что самые разумные, самые умные, самые остроумные, из остроумных, из умных, это богобоязненные. И самые глупые из глупцов, это самые грешные из них, самые порочные из них. Он говорит, что здесь есть только два варианта, почему я поручаю, отдаю это дело, то есть власть Муави. И вот светлость говорит, воистину это дело, то есть власть, относительно которого между мной и Муавией имеется разногласие, или является моим правом, которое я отдаю Муавии, желая блага этой уммы, и желая остановить проливание крови мусульман, это один вариант, или это мое право, но я отдаю Муавии только для того, чтобы соблюсти благо и интересы мусульманской уммы, и чтобы остановить проливание их крови. Не предотвратить, обратите внимание, ва хаккани это остановка, это не предотвращение проливания крови, это остановить проливание крови, то есть кровь уже проливалась. Это один вариант. Или же, Или же это принадлежит, то есть власть принадлежит, является правом человека, который более достоин власти, чем я. То есть, имам Хасан ибн Аля, говорит, что здесь или два варианта. Или это мое право, которое я отдаю Муавии, желая блага этой уммы, или же это благо Муавии. Почему это благо Муавии? Потому что он достойнее меня. Какой мусульманин может предположить, что Муавия достойнее Хасана ибн Аля, какой глупец может так предположить? Конечно же, это и свои речи, его светлый имам Хасан ибн Аля, ясно дает понять, что это мое право, и отдаю я его Муавии только для того, чтобы соблюсти интересы мусульман, чтобы остановить проливание их крови. А не потому, что это принадлежит Муавии. Не потому, что он достоиннее для правления, чем я. То есть, его светлый имам Хасан ибн Аля, ставит два пути. Один из которых совершенно очевидно неверный. Ставит два варианта, два ответа на вопрос, почему Хасан ибн Аля, алисалат ва салам, согласился на это. Один из которых совершенно очевидно является недействительным. И это то, что Муаве достойнее власти, чем Хасан ибн Аля, алисалат ва салам. И далее его светлость Хасан ибн Аля, алисалат ва салам, зачитывает тот самый аят, 111 аят, суры пророки. И второе предание, которое восходит к Абнессирину, Итак, это та же самая книга, Муаджа Мулькабир, Табарани, третий том, 87-я страница, предание под номером 27-48. Итак, это предание, восходящее к Абнессирину, которое передает также от Хасана ибн Али. Его светлость Хасан ибн Аля, алисалат ва салам, говорит, если вы обойдете весь мир, то вы не обнаружите никого, кто являлся бы ни одного мужчину, кто являлся бы внуком пророка, кроме меня и моего брата. И воистину я вижу, что вы собрались вокруг Муавии. Я вижу, что вы стремитесь к нему. Вы хотите, чтобы он был вашим правителем. И далее его светлость Хасан ибн Аля, алисалат ва салам, посчитал тот же самый аят, 111 аят, суры Пророки. Итак, давайте теперь посмотрим, какие здесь имеются у нас пути передачи. Итак, как мы уже сказали, одним из путей передачи является Раби ибн Анас. Но здесь есть недостаток, который мы упомянули. От Раби ибн Анаса передает ибн Абу Хейсама, и от ибн Абу Хейсама передает ибн Асакир, и также ибн Касир, как мы уже сказали. Вот эта цепочка передатчиков. Здесь есть недостаток, заключающийся в том, что Раби ибн Анас являются рабиином, а не сподвижником. Здесь, в общем-то, можно допустить, что это недостоверное предание, лишь потому, что Раби ибн Анас не мог это услышать от самого посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва алейхи ва асам. Но этот путь всего лишь является подтверждением другого пути, который восходит к Хасану ибн Али алейхи ва алейхи ва асам. А от него уже передает целых четыре человека. Абдурахман ибн Абу Оуф аль-Джарши. И этот путь, кстати, мы не зачитывали. Это не тот путь, который мы ранее зачитывали, и который приведен в Муаджаму аль-Кабире Табарани. Шаби, это, кстати, переведено в Табарани в том числе, то есть Табарани также в том числе приводят. Ибн Сирин и Амра ибн Адинар аль-Джамхи. Итак, вот вы можете видеть всю цепочку передатчиков на своих экранах. Я также покажу, кто привел, какую цепочку передатчиков, кто привел. Вы это должны сейчас видеть. Данный путь, который восходит... Здесь, конечно, мы все пути разбирать не будем. Вне всякого сомнения это достоверный путь передачи. Здесь никаких сомнений быть не может. Это мутаватый, даже более того. Этот путь, который восходит к Ибн Сирину, двое из путей, так как вы видите, трое людей передают от Ибн Сирина. Ибн Сирин это выдающийся известный Табиин. От него передают три человека. Два из путей, названные достоверными сомненийскими учеными. Один из путей, который привел Табарани, который мы зачитывали. То есть, от Ибн Сирина передает Аюб. Аюб передает Ма'мар ибн Рашид. От него Абдурразак. Исхак ибн Ибрахим. Абдабари и Табарани. Хейсами. Хейсами привел Маджмай Уззавайт. Этот путь передачи. И сказал, что все передачи являются передачками Сахих. То есть, все передачи, которые здесь присутствуют, это передачи Сахи Бухари или Сахи Муслима. Но так или иначе являются передачками Сахи. Говорит Хейсами. Давайте ознакомимся с словами самого Хейсами. Итак, вот Маджмай Уззавайт. Это Мактаба Туль-Кудси, Каир, Египет, 1994 года, 4 том, 207 страница, предание под номером 7073. Маджмай Уззавайт. Итак, Ва-Ан ибн Сирин. То есть, передает от Ва-Абдаби Насирина. Ана-Аль-Хасана ибн Али и Кала. То есть, это то самое предание, которое мы зачитывали ранее. Из книги Табарани. И после предания, после предания Хейсами говорит, Равахут Табарани фель-Кабир вариджалу ху риджалу сахи. Говорит, что это уже следующая страница, 208 страница, что передал Табарани. И все передачки являются передачками Сахих. То есть, Сахих Бухари или Сахих Муслима. Хейсами также приводят предание, которое восходит к Шабе. То есть, вот этот путь, по этому пути. Вот этот путь, который передал также Табарани. То есть, это Шаби, Муджалид ибн Саид, Суфьян ибн Уяйна, Али ибн Мадини, Абу Халифа и Табарани. И вот, что по этому поводу говорит Хейсами. По поводу данного пути, который восходит к Шабе. Вот это предание, это та же самая книга Маджима Узаваец. И та же самая страница, в четвертом, 208 страница, предание под номером 7074. Ва Ани Шаби. То есть, это то же самое предание, которое мы чуть ранее зачитывали, из книги Табарани, где его светлость, Хасан ибн Аля, али истам, поднимается на мембар и говорит, что здесь есть два варианта. Или это мое право, или это право Муавии. Если это мое право, то я это отдаю Муавии, только потому, что хочу благо уммы. Хейсами говорит, Что это предание, так же приведено Табарани в Аль-Кабире, и в цепочке передатчиков присутствует Муджалид. Вы могли ранее видеть его, цепочку передатчиков, которую я демонстрировал. Муджалид ибн Саид. Говорит, что относительно Муджалид ибн Саида имеются разногласия. Хейсами говорит. Но некоторые назвали его, некоторые считают Муджалиду надежным. Ра-кад-ус-сига. Считают его надежным. А остальные передатчики уже являются передатчиками Сахи, то есть Сахи-Бухари или Сахи-Муслима. Таким образом, эти две пути передачи поддерживают, то есть подкрепляют друг друга. Если у нас есть один путь передачи, который передается от Ибрин Сирина, и все передатчики, которые являются надежными, и передатчиками Бухари или Муслима, то эта цепочка передатчиков подкрепляется и множеством других цепочек передатчиков. Вот эти четыре Табина, которые передают от Хасана ибн Али. Помимо этого, Ибн Касир приводит, также под цепочкой восходящей к Ибн Сирину, от Ауф ибн Абу Джамиля, от которого передает Хауза ибн Халифа, и от которого передает Ибн Саад, в своем Табагате. И от которого также передает Ибн Касир. Шэй Барнаут в книге «Сиару Аля Мин Нубела», это книга «Захаби», Шэй Барнаут является современным исследователем, он исследует вопросы достоверности, вопросы... Является исследователем и очень активным, и известным человеком, современным ученым, ученым, сунницким. Шэй Барнаут исследовал также «Сиар Аля Мин Нубела», это книга «Захаби». Вот она, издательство «Муассисату Рисаля», издание третье, 1985 года. Я думаю, что от издания к изданию страницы и тома не должны отличаться, если исследование принадлежит Шэй Барнауту. Итак, это исследование Шэй Барнаута, третий том, 272 страница. И это предание приведено в данной книге. «Захаби» привел данное предание в своей книге. И, как всегда, как это обычно бывает, Шэй Барнаут исследовал данное предание. И вот в сноске мы обнаружим его исследование, в котором Шэй Барнаут говорит «Иснаду Хусахихун, Хаудзе Хуа Ибн Халифа». То есть этот «Иснад», который мы только что вам продемонстрировали, я вот сейчас еще раз его покажу, Шэй Барнаут, этот «Иснад» называет достоверным. Вот этот «Иснад». Ибн Сирин, Ибн Абу Ауф Ибн Абуджамиля, Хаудзе Ибн Халифа, Ибн Саад Ибн Касир. Шэй Барнаут назвал вот эту цепочку передачек в достоверной. То есть мы получаем еще одну цепочку передачек в достоверную. И также само передание названо Ибн Касиром Махфузом, Фатхул Бари. Это Фатхул Бари Ибн Хаджара, Ибн Хаджара Аскалани, издательство «Дар-Уль-Марифа» Бейрут, 1379 года издания, по хиджре, в 13 томах издания. Итак, это последний том, 13 страница 63. Здесь Ибн Хаджар говорит следующее «Валь махфузу анна каламал-хасана каламал-хасанил-ахир иннама рвакаа ба'да сульхи ба'ли-иштима». И далее Ибн Хаджар приводит то самое предание, которое мы чуть ранее зачитывали из книги Му'джаму-ль-Кабир «Тадарани». Вот махфуз, вы видите на своих сценах, я красным выделил, махфузом называют Ибн Хаджар данное предание. Я думаю, что здесь есть необходимость разъяснить, что значит терминология махфуз в науке хадисоведения. Чтобы понять, что есть махфуз, нам необходимо понять, что есть шалзе. Шалзе является противоположностью махфуза. Итак, шалзе – это предание, которое передается по надежной цепочке передатчиков. То есть, передается от надежных передатчиков, но противоречит другому преданию, которое передается также от надежных передатчиков, но которые по своей надежности превосходят передатчиков этого предания. и то предание, которое передается по цепочке передатчиков, в которых имеются надежные передатчики, которые превосходят по своей надежности других передатчиков, которые передают другое предание, противоречащее этому, почему. Так вот, это предание называется махфуз. То есть, махфуз противопоставляется шалзу. То есть, другими словами, проще говоря, передатчики шалза и передатчики махфуза являются надежными, но между ними есть разница. Разница заключается в том, что передатчики махфуза превосходят по своей надежности передатчиков шалза. Это предания, которые противоречат друг другу. То есть, одно предание утверждает об одном, а другое предание утверждает об обратном. Ибн Хаджар в Фатву-Лубаре говорит, что это махфуз. То есть, это не просто достоверное предание, переданное по надежной цепочке передатчиков, но и более того, это достоверное предание, передатчики которого превосходят по своей надежности передатчиков другого предания, которым противоречит этому преданию и утверждает об обратном. То есть, это махфуз, согласно словам Ибн Хаджара. Ибн Асир приводит данное предание так же, как данность в книге Уст-Уль-Габа. Итак, вот это Уст-Уль-Габа, Бар-Уль-Кутбель-Ильмия, издание первое, Бейрут-Ливан, 1994 года, в восьми томах. Это второй том, 13 страница. И здесь Ибн Асир приводит эту историю уже без передатчиков, приводит речь о его светлости Хасана ибн Али, то есть, то обстоятельство, при которых Ибн Асир приводит эти слова, его светлости имама Хасана ибн Али, Али и Сатусам, говорят о том, что для Ибн Асира эта история была надежна. Это второй том, 13 страница. Что он принимал, что считал эту историю достоверной. Мы, как всегда, разберем один из путей передачи, который никто не назвал достоверным. То есть, вы здесь можете, по крайней мере, я не обнаружил и, в общем-то, не особо искал. Посмотрим самостоятельно на передатчиков данного предания. Здесь, как вы видите, путь восходящий к Амура ибн Динару назван был. Он также назван достоверным некоторыми суннистскими учеными и толкователями, и исследователями Ибн Саада. То есть, этот путь приводится также Ибн Саадом, и не только им. То есть, Лали Каи также приводит это предание от Амра ибн Динара. Лали Каи в книге «Шарху Усуля и Тигады Ахли Сунная вальджамаа». Он приводит данное предание вот по этой цепочке передатчиков. Восходящий к Амру ибн Динару. Но также приводит и Ибн Саад. Но цепочка передатчиков Ибн Саада более надежная, потому что путь более короткий к Хасану ибн Али, алей сатусам, как вы видите уже на своих экранах. Эта цепочка передатчиков названа достоверной некоторым суннистским учеными. Я сейчас продемонстрирую. Итак, это Аттабагаатуль Кубра. Это отдельное издание. Издание Мутамиму Сахаба, Аттабагатуль Хомиса, издание Актабатус Сиддик, Таев Саудовская Аравия, первое издание 1993 года в двух томах. Это не совсем сам Аттабагатуль Кубра ибн Саада. Это книга, которая является дополнением. То есть это те части этой книги ибн Саада, которые не были учтены, которые не вошли в предыдущее издание. Именно поэтому эта часть, которая имеет отношение к Сахабам, была издана отдельно. Так или иначе, это первый том, 330-я страница. Под номером 289 приводится то самое предание, которое мы ранее засчитывали, с небольшими отличиями. Итак, цепочка передатчиков, та самая, которую мы только что продемонстрировали, восходящая к Амру ибина Дейнару. Можете видеть сами. И исследователь данного издания Мохаммад ибн Саамиль Ас-Салми. Мохаммад ибн Саамиль Ас-Салми. В общем-то, все предания данного издания он исследовал на достоверность. И говоря по поводу данной цепочки передач, он говорит «Иснадуху сахиху». «Иснадуху сахиху» и приводит каждого из передач в отдельности. Это Абдуллах ибн Бакир ибн Хабиб Ас-Сахми. Говорит «Сыкатун хафизун». Что он является надежным, является хафизом. Хатим ибн Абисагира Аль-Басри. Сыкатун. Является надежным. Амру ибн Дейнар. Сыкатун сабтун. Является также надежным. Говорит Мохаммад ибн Саамиль Ас-Салми. Это вот этот самый путь передачи, который привел Ибн Саад. Своим Табагат. То есть это уже еще один путь передачи, который также является надежным и достоверным. Мы же исследуем совсем другой путь. Очень коротко, чтобы не отнимать сильно ваше время. Вот этот путь самостоятельно исследуем, который восходит также к Хасану ибн Али от Абдул-Рахмана ибн Абуфа Аль-Джарши. Джарши является надежным. Ахмад ибн Салих сказал, что что он является табиином и является надежным. И также его надежным назвали Вахаби Дарикутни и ибн Хаджар. Назвали его Сыка. Хариз ибн Осман. Хариз ибн Осман также является надежным. Его надежным назвали очень многие. Например, имам Ахмад ибн Ахамбал, Ахмад ибн Салих, ибн Хаджар, Захаби Яхья ибн Муин, Якуб ибн Суфьян и другие. Назвали его Сыка. От него передавится Язид ибн Харун, который также является Сыка. Абу-Хатим Аль-Рази сказал, Сыкатун, Имамун Садукун, Лам Юсал, Ла Юсалу Ан Мислихи. Что о таких, как он, не спрашивают. О надежности таких, как он, не спрашивают. То есть, это такой человек, о надежности которого нет никакой нужды спрашивать. Говорит Абу-Хатим Аль-Рази. Ибн Хиббан, Ахмад ибн Салих, ибн Хаджар, ибн Саад, то есть, Мухаммад ибн Саад, автор Табагатул Кубра, Яхья ибн Муин, Абдул-Баа-Ки и другие назвали его Сыка. То есть, это надежные, надежные передатчики. Это был еще один аят, который имел отношение к ведению ее светлости. Посланник Аллаху, саллаллаху алейхи и алейхи и ассалям. Все эти аяты, в совокупности их толкований, этих преданий, достоверных преданий, говорят о том, что правление Аммиядов было злом, было тьмой. Именно поэтому посланник Аллаху, саллаллаху алейхи и алейхи и ассалям, расстроился. Посланник Аллаху алейхи и алейхи и ассалям, расстроился. А вы, салафиты, ваххавиты и все остальные, радуйтесь. Все остальные, которые радуются тому, что именно Муавия ибн Абдул-Суфян стал халифом, оправдывают их правление. То есть мы для начала получили очень четкое представление о том, каково отношение священного Корана и преданий, каково отношение ислама к правлению и власти Аммиядов. На этом все. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракяту. Субтитры создавал DimaTorzok